Сделано в ветке Здравствуйте всем, Николай. Бодрее, бодрее. Едем в хороший год. Мы едем в хороший год, да. Сегодня у нас 76-й на дворе. Поэтому есть, что вспомнить. Более того, это год, когда я закончил школу, поэтому я прекрасно. Я вас совершенно помню, Жень, ну, с твоей помощи, я думаю, что еще многие подробности, которые, может быть, ускользнули у меня в этой эйфории начала взрослой жизни. Вот. Ну, что у нас в 76-м году? Ну, а я в 75-м, вот в прошлом. Хорошее время. Даже вспоминать приятно, особенно, когда ты молод, все впереди. Безусловно, да, да, да. И поэтому с этой... Я говорю, что вот у нас все равно получается в определенной степени субъективное воспоминание среднего горожанина того времени. Вот потому что был бы я директор совхоза или там... Или ты был бы житель там Москвы, это было бы другое. Но мы как раз и говорим, да, как мы это видели, как мы это помним. И определенные исторические данные нам помогают это вспомнить, да, или что-то даже новое иногда узнать. Так что ничего страшного в субъективности нет. История вообще не бывает несубъективной. Ну, 76-й, переходный год, скажем так. Вот благоденствие раннего правления Брежнева уже сладкому тлену застоя. Может быть, в то время еще люди это не совсем почувствовали, но призны и были. Например, резко ухудшилось снабжение после 74-го года. Когда подбрасывали на юбилей города, а теперь было похуже. В 76-м их не было таких эпохальных строек, потому что, ну, то, что хотели, все-таки дотягивали до 77-го. Опять же, приурочить революции, хотя этот праздник уже терял и терял свое значение. Он был совсем не тот, что, к примеру, в 67-м году. Но номинально... Там было 50 лет, красивая дата. Ну, номинально надо было. Тем не менее, переходный период от дисков, от длинных волос, обычным стрижком снова, от мини-масси и мидии, от лешей джинсом. В общем, все это от Брежнева. Брежневу исполнилось 70 лет. Вот, ну, не думаю, конечно, хотя бы интересно посмотреть, если все наше нынешнее правительство в этом возрасте. Как бы оно очень популярно сейчас вот в интернете, вот эти состаренные фотографии. Да, состаренные фотографии. А Брежнев, вот мы видели его наяву. К тому же, вот до 70-летия его наградили званием маршал. Да, он получил воинское звание маршал. Хотя тут было недовольство, говорят, уже отдельных военных, которые прошли весь путь, все ступени званий. Вот, и говорят, что в этом году неудачно ему сделали челюсть, поэтому на 25-м съезде он выступал и говорил очень плохо. Вот, после этого уже пошли пародии, да, там, сись и массись, то есть социалистические странные, ну, и сосис и тоже э-э. Там стало, нет, сосис, это странно, сосис, это что-то там тоже было такое. Вот, ну, тем не менее, это анекдоты про Брежнева, а, систематические системы, сосис и массивы, это было. Анекдоты были добрые, они и раньше были, вот, зато пели в таком хардором ключе, потому что всех заставляли и в школах, и в институтах вот этот съезд слушать по радио и инспектировать. Это был полный маразм. Вот, ну, конечно, хвалебная речь, вот эти пионеры, вот сейчас умерло искусство почему-то, не возрождаю там, чтобы пионеры с цветами там поздравляли, престарелых правителей, а в народе пели в хардором ключе, да, почему-то, ну, чтобы в рифму, да, здравствует Сыгин и 25-й съезд, и мирная политика ЦАПСС. Вот, дальше, не помню, но, тем не менее, так и жили. Интересно, вот, мнение очевидца нашел отрыво из письма Нева Евгения Хагеймейстера, переехавшего из Ленинградов-Иров в 75-м году, а письмо датировано 6 января 76-го года. Вот, цитирую. Транспорт не очень переполнен, что после Ленинградс их дава очень непривычно. Вот, как было. В городе драмтеатры, филармония, тюз, угольный театр, с десятой инотеатров, пять дворцов культуры, несколько музеев и все прочие атрибуты культурного города. Снабжение приличное. Из промтоваров есть все, из жратвы, только с мясом трудно. И черного кофе вообще нет. Даже в кафе подают напиток. Ну, это желудевый или морковный, там разные были, да. Еще нет, это самый-то был ячменный. Ячменный кофе был, да. А вот есть, а вот кофе области не дают. Молочные продукты свои, местные, очень вкусные. Вот так вот, в принципе, после Ленинграда очень позитивно. Да, вот он верно отметил насчет мяса, потому что я помню, вот это я точно помню, когда ездил в Москву после школы поступать, да, вот и не совсем удачно. И как бы, когда я возвращался, уже мне телеграмм прислали родителей, чтобы я обязательно купил мясо и привез. Вот, я не выполнил их просьбу, потому что я подумал, глупость, какая, что-то еще какое-то мясо повезу. Вот, я вместо этого купил, там продавался, это не будет реклама ничего, я надеюсь, португальский портвейн, в то время как раз страшная редкость, дорогой, там по пять рублей за бутылку. Вот, он был такой красивый, ну, представляюсь, португальский настоящий. И я вместо мяса привез его домой. Разумно. Ну, в прошлой передаче мы говорили, что шубтуры появились в городе Чапецк, где было хорошее снабжение, и вот постепенно стали нарастать Москву. Причем не только ИРФ, конечно, все. Ну, вот и так называемые колбасные поезда, это из всей России, да, потянулись уже, да. И, между прочим, вот, и хотел еще напомнить, в этом же году, в 76-м, тут посмотрел, да, вот это вот. Вот, видимо, как раз в связи с тем, что с мясом стало туго, во-первых же, у нас сняли министра сельского хозяйства в том году Полянского, и исключили из Политбюро. А, во-вторых, по постановлениям, вот, как бы, о развитии рыбоводства и пропаганде рыбы были введены рыбные дни в советских столовых по четвергам. То есть, это стало обязательным, что вот каждый четверг во всех столовых Советского Союза рыбный день. Ну, рыбные они сводились к Ментаю, в основном, и Путасу. И самое противное было, что в этих столовых, в том числе ИРФС, их, видимо, делали рыбные атлеты, уда, бросались остями. Ну, перемалывали просто все эти стены. Вот поэтому был такой хрустящий этот фарш противный, и старались не заходить, но куда они девали дальше. А потом исчезли эти рыбные дни, не прижились, вот, потому что из одного Ментая... Ну, видишь, это пока вот только постановление вышло, оно было, исполнялось, да, а потом постепенно, слушай, на самом деле, одним Ментаем, что там повара из него сделали. И появилась селедка Ивасила в 76-м. Да, да, да. Ее раньше не было у нас, если стали... Была вот это еще одна из первых, которую я запомнил, реклама, ее везде рекламировали, сельдь Иваси, вот там даже осейши-то и висели, как, что из нее делать в газетах, печатали, как ее там... Это было такое внедрение сельди Иваси, не знаю, по какой причине это, да, это именно в 76-м году было. Да, даже легендарная селедка даже в поэму Филатова попала. Что у Гранда не спроси, он тебе все си да си, ну, а сам все налегает на селедку и виси. Иваси, да. Хорошая, ну, а вот были Ментая Путасу в основном, редко что-то было в Иоанне, но... С Таврида еще было. А Океан, кстати, тоже, по-моему, в этом году открылся, если не ошибаюсь, вот магазин именно фирм, как фирменный магазин Океан, вот там вот... Поначалу, конечно, что-то завозили, но вот самое интересное, что чуть позднее, ну, года два, после 76-го, в будущее, учился я в институте, и мы на факультете охотоведения изучали звероводство. И там учебник был звероводство 66-го года. Там было написано, что при ормлении леточных зверей рыбой, Ментаем и Путасу, у них развивается малокровие, потому что эта рыба содержит фермент, связывающий гемоглобин в крови. И поэтому зверям необходимо под гематогеном. Когда людей в рыбные дни пичали, Ментаем, Путасу, то об этом скромно умалчивали. Ну, возможно, у людей все-таки есть какая-то защита, да? Хотя сейчас можно Ментай раз в месяц зажарить, если свежий, то, в принципе, не смертельно. Ну, посмотрим, что в мире, что у нас общий фон в 76-м году. В 76-м население Земли достигает 4 миллиардов человек, а сейчас больше семи размножается на родец. В Монреале прошли 21-е Олимпийские игры, которые стали объектом бойкота со стороны аж 20-ти африканских государств Ирак и Гаяны. Ограбление. В этом году в результате ограбления в Ницце похищена рекордная сумма 6 миллионов фунтов стерлингов. Мама, не горю. Ну, по тем временам, да, это хорошая сумма. Даже сейчас она неплохо звучит. Злоумышленники и проникли в банк прорыв тоннелей с анализацией. Что-то это мне напоминает. Ведь совсем недавно, года два назад, в этот магазин ювелирный на Октябрь-эмпроспекте, это же прожили, но, конечно, они там столь фунтов стерлингов не нашли. А землетрясение в Итайе привело к гибели 650 тысяч человек. В этом же году в Итайе в сентябре умер председатель ЦЭОМ партии Мао Цзэдун. Да, я помню этот день. Правда, это было за пределами Ирова, но Ировс их там было более чем много. Это были пограндвойства школа сержантов в городе Приоргунск. 9 сентября, вот, помер март с Дуной, чего-то ждали, поэтому нас привели в повышенную боеготовность. Мы были, в общем-то, готовы выехать по сигналу, перекрыть, блокировать, не знали, что там будет. В принципе, началось там, конечно, много чего. Бурные процессы, в том числе, быстро арестовали банду четырех. Может быть, еще помню, это было. По главе Задовой и Мао Цзэдуна, это красный, это пункт. Да, Цзэн Цзэн. И целый год после... А у них, где после Мао Цзэдуна назначили человека по фамилии Хуаго Фэн? Он, так сказать, тоже вошел в фольклор, потому что до этого у нас такое ходило выражение Николаси Бебельды по имени певца Николаси Бебельды, а здесь появилось Николаси Бебельды. Как бы вот за это, поэтому запомнился этот правитель китайский. Вошел в оборот. Зато у нас особо это не говорили. Целый год после смерти Мао Цзэдуна в Итая проходила кампания по ликвидации взбунтовавшихся Хуновейбинов. Которых он же, собственно, и породил. Да, вот в том-то и дело. Вот я так полагаю, намек такой, что для тех, что ждет некоторых наших группиров и организаций после смены в России. После смены, да. Ну, тогда мы вспоминали, что Луиса Рвалана обменяли на хулигана. Ну да, на Буковского, да. Где-то нам взять такую там в рифму, сами додумывайте, чтобы на Брежнева сменять. Обменяли в Швейцарии. Ну, тем не менее, обмены. И сейчас тоже эти обмены затягиваются. Его привезли и сразу наградили орденом Ленина. А потом это сразу он из поля зрения пропал. И как бы свою функцию историческую выполнил. Ну вот, кстати, в 76-м Стивен Джобс и Стивен Возняк, или Возняк, не знаю, основали компанию Apple Computer. А что такое компьютер в Ирове в 76-м уже говорили, что в этом, в политехе, вот в корпусе главном ВИАДГО, целые комнаты, эти ЭВМ-ы. Это небольшие они комнаты. Там на Ире она занимала, вот примерно такое же помещение, она считалась небольшой. Большое целые залы занимали, понимаешь? И даже было популярно такое искусство социализма, когда художники и в ту пору писали их-то умных там программистов в белых халатах на фоне огромных этих катушек с магнитной лентой. Да, да, шкафов-то здоровее. Которые-то с умными лицами рассматривали ленту с дырками, с проколами. Или карты еще тоже с дырками, перфокарты, да. Перфолента, перфокарты были. Так что, да, Apple в это время вот уже, да, зарегистрирован был. Причем, насколько я помню, в 1 апреля ведь они зарегистрировались, да. Группа «Абба» становится, ну не поверите, самым крупным шведским спортером после консерна «Вольва», ну «Абба» на гребне. Ну вот уже переход, конечно, от «Дис». Ну она такая попроковая группа все-таки. А музыки чуть попозднее, но не все-то радужно. Было в Польше беспоряд и из-за поднятия цен там промышленные районы страны в забастовках. Вот и случай такой трагиэмичес, что Израильс и Амандас в угандистом аэропорту отрывали захваченный террористами самолет. Спасены 103 заложники, уничтожено 7 террористов. Кроме этого, во время захвата погибли 3 заложники, а также, внимание, 20 угандистых солдат, которые не были предупреждены об акции, попытались вмешаться. То есть спецназу пришлось там, видимо, вперед стрелять террористов и назад стрелять в этих солдат, чтобы не лезли, куда не следует. Ну вообще такая акция довольно-таки забавная, конечно. Ну тоже и в СССР, я бы сказал, что не было спецподразделений. И когда пытались эти бразинсы угнать в самолет, то обычная милиция с стабильным этим ПМ пытались послать на штурм. Газета «Красная звезда», ну это я уже на Россию перейду, а вот еще необъяснимое явление, не знаю там, что было, но в 76-м зафиксирован пролет птеродателя над штатом Техас. Это что за... Я надеюсь, что это не из Юр-Инпар сбежал. Может быть там снимали в это время какой-нибудь фильм или что-то. Насчет древности мне понравилась история 76-го года. Она... Ее даже показывали у нас по телеку, тут я прочитал, вспомнил, да. В этом году во Францию везли полуразрушившуюся мумию фараона Рамзеса II, ну для того, чтобы сохранить ее от разрушения, из Каира ее перевезли во Францию. Так вот, в аэропорту ей устроили встречу как живому главе иностранного государства, но он же фараон. Ну, разум. И вот это вот тоже такая довольно-таки забавная история. Это же показывали, у нас была там международная панорама, такая передача по телеку была. Вот там с таким с юморком рассказывали, типа того, что там на Западе люди там с жиру бесятся, ерундой занимаются. Но я запомнил, потому что покойного фараона встретили со всеми почестями полагающимися. Вот такая вот штука. Ну, поехали в СССР, вернемся в 76-м. Газета «Красная звезда» назвала Маргарет Тэтчера «Железная леди» после ее выступления с антиаммунистической речью. Ну, очень вежливо, замечу, тогда все-таки и полемия была на уровне, на джентльменском уровне, а не сейчас. Но, тем не менее, смотри, вот это вот прозвище, данное российской советской газетой, да, оно ведь закрепилось во всей мировой практике. Это именно благодаря «Красной звезде» ее так и прозвали. Ну, вот, а у нас строили-строили, и, наконец-то, достроили в набережных Челнах, и поэтому в 76-м году с «Энвейера» сошел первый грузовик. Они быстро появились и распространились. Вот я увидел этот оранжевый амаз в Ирове где-то наперерез, и было это интересно. Дети пытались залезть в кузов, облепили, но, в принципе, хорошие были, неубиваемые грузовики. И, ну, сразу возник один нюанс такой, что они были предназначены для ровных дорог асфальтовых. И Абина была самортизирована таким образом, что ее это немилосердно трясло на ухабах. И вот водители первых амазов, они, конечно, сильно от этого страдали. Ну, потом пытались дорабатывать, но, тем не менее, первый амаз в 76-м появился. Ну, амаз-то ладно. В Тольятти сошел аж трехмиллионный ВАЗ-2106. Вот это были масштабы. Сейчас смотришь старые фотографии, там же в Тольятти по Волге огромные баржи, и огруженные машинами в два-три яруса отправляли отовсюду и на аэрспорт, и по городам. И все, раз, три миллиона. Ну, тогда эти по железной дороге в открытых, вот эти на открытых платформах, тоже двухъярусные, постоянно целые, практически со ста вышли с автомобилями. Ну, в Ирове, я уже говорил, все-таки очень ромно, все вели эстрой, и своим завершением были приурочены следующему, 77-му году, то есть году революции. Ну, в анналах год ничем-то им особенным не отмечен. Ну, в феврале на станцию Яранс, не путать с городом Яранс, прибыл первый пассажир и поезд из столицы Мариэл. А при средней школе номер 57 образован филиал детской музыкальной школы номер один. Он, не знаю, сейчас сохранился или нет. А в селе Оршик построена новая больница на 50, ой, и торговый комплекс. Вот это была оптимизация. Оптимизация обратная, да, боюсь, что сейчас в селе Оршик уже нет. Но, тем не менее, сейчас... Этот комплекс медицинский, скорее всего, уже там отсутствует. Ну, и строя местного масштаба можно отметить, что, в принципе, что велось. Вот, конечно, был построен институт, завершено строительство здания НИИ гипробиосинтезно, Орла Маркса. Вот. Вообще, этот район очень... Это, погоди, это здание, которое напротив пруда. Это угол Орла Маркса и Вода Горбачёвой. То есть, на Октябрьском говоришь? Нет. Это другое, да? Понял, да, теперь понял ты здание. Биосинтезно, да, да. Мэрия не была ещё в помине велась строй. Это уже были снесены деревянные доми и на той стороне. А на улице Ворос ворыли отлован под дом быта. На полную мощность была запущена маргаринка. Маргариновый завод. Ну, да, вот появился этот майонез в баночках. Свободно завести соседних регионов всегда возили в подарок, даже в Москву. И ещё одна нынче забытая строй. Вот я прямо смотрю на эту строй. Я вижу, это был достроено здание ОПСС. То есть, видимо, тогда говорили Дом Советов. Он был вначале маленький, ещё перед войной и после войны достроенный со стороны Театральной площади. А 76-му завершили его расширение вот со стороны улицы Дериндяева. И в итоге он стал Пентагон, не пятиугольный, а четырёхугольный. Со внутренним гориком. Заняли. А вот даже сейчас не помню. Но есть фотографии, вот этот задний фасад. Вот. Ещё одна стройка. Она велась, но она будет завершена в следующем году. Это знаменитая диорама. Вот. Это была детективная история её строительства. Идея возникла ещё раньше, вот, когда представители нашего города съездили на юбилей, вот это там, и выделили диораму, посвящённую, по-моему, какому-то сражению, чуть ли не на Сапун-горе, вот где-то там, и диораму. Ну, информационный повод, ну, какой у нас на ветке, ну, установление советской власти. А нельзя было. То есть ситуация была такая, что вот большому городу можно, а без спроса строить было. Но тогда плановая была экономика. Да, и поэтому у нас в город администрации, да, горсовет и ГПСС, вот, был интересной такой, посовещались и приняли хитрые решения. То есть строили всем миром, но строили вначале очистные сооружения, потом строили насосную станцию. А в итоге построили диораму. Ну, об этом в следующем году мы вернёмся, вот, а в 76-м все предприятия на субботниках, институты школьные, и все участвовали, облагораживали территорию. Ну, по большому счёту, говорят, вот сам этот проект архитектурный был в определённой степени позаимствован с какой-то модерниз и ирхи. А вот это знамя развернули, её не было, а вот в виде ружки перевёрнутой, и такой рестик был. Это где-то было у нас в прессе даже опубликовано, но тем не менее построили. Вполне может быть, идеи не носятся в воздухе. Да, ну, в следующем году мы рассказывали в военной студии РТИ, но везли её в огромное полотно, намотанное на ствол срубленной ёлки на лесовозе. И открытие диорамы. А вот пока все ждали, что же будет, и тайно строили нечто непонятное, и никто не знал. Ну, по крайней мере, даже слово это как-то, по-моему, не произносилось, вот пока строительство шло. Да, в этом году цирк уже был построен, начал работать, но верхний пруд ещё не был обустроен, поэтому были разные проекты, и плавучий фонтан, и всё, кстати, в 76-м заработал светомузыкальный фонтан на театральной площади. На театральной площади, да. Который вот дожил, ну, что-то было. И стало такое место встречи очень популярному молодёжи, то есть встретимся у фонтана. Создали музыку, что-то там мигало, светились, лампочки, вот он. Там было очень много тогда скамеек, если ты помнишь, да, помнишь, по всему периметру стояли скамейки, по всем аллеям их было очень много. Постоянно там дежурила милиция и дружинники, чтобы там всё это было в порядке, не дай бог, кто-то что-то куда-то мимо бросил или там себя как-то громко повёл. То есть место было вот само по себе фонтан очень спокойное, и там активно очень назначали другу встречи, вот я говорю, что это я помню, это место прекрасно. Вот именно как такой момент из счастливой юности. Ну что, сделаем минутку перерыва и продолжим? Сделаем, конечно. Сделано в ветке. Мы продолжаем наше путешествие в 1976 год с Евгением Петуниным, нашим историком. Вспомнили подробности, которые не будем озвучивать. Да, просто у нас уже, Жень, с тобой был такой возраст, когда уже очень много воспоминаний от этого осталось, в том числе таких личных приятных. Вот фонтан, это просто, я скажу, был одним из любимых мест встречи молодёжи. И в Ирове, ну, в частности, надо было выполнять указания сверху, постоянно поролись, то с пьянством, то с хулиганством, то ещё с чем-то вот такой, ну, устрашение, не устрашение, но очень хороший был развод на мотоциклах, милиционеры, постовые с собаками, все вот на театральной площади выстраивались. Сейчас, ну, вроде что-то есть, но совсем нету, конечно. Ну, не так немножко, несколько. Ну, тогда, конечно, и милиции на улицах было значительно больше, и Дружинникова было значительно больше. То есть, как бы, вот это ощущение такого, что где-то всегда рядом есть человек, который, ну, условно говоря, тебя защитит, оно было. Поэтому, как бы, спокойно перемещались по ночному городу. И постоянно все, начиная от студентов, заканчивая служащими НИИ, там, которые, неважно, там, на возрасте, дышат, всё равно, там, дружине. Но был и оперотряд, там, который на танцах фантуринцев был. Да, вспоминали всё ещё. Вернусь, в 76-м, опять, в 76-м году был очередной виток борьбы с пьянством. Не такой радиальный в Горбачёвске временах закона, но, тем не менее, интересно, что он проходил, ну, под таким девизом, не девизом, но, меньше водка и больше пива. Ну, как видишь... И вообще культура питья, там... Это была первая попытка такая, прорабатывалась вот именно реформа, которая потом, Горбачёв взял другой вариант реформы. А тогда вот это был первый вариант, я читал эту историю. И на самом деле, как бы, брали пример со стран европейских, да, со стран европейских, где вот за счёт развития сети небольших, уютных, вот, как потом у нас, трюмочных, да, пивных и так далее. Но у нас... У нас пили зверс. Если вернёмся в 76-й год, я вот давно не наблюдал картину, чтобы валялся кто-то там на газоне, это вообще что-то из ряда вон выходящее. А тогда это было в порядке вещей. Представьте, в городе было три, ну, там, не считая новоязковых районов, аж там был свой вытрезвитель. У каждого вытрезвителя было, ну, минимум одна, а то и там две, и больше этих машин спецслужбы. Их называли, хмели-уборочная машина называли, да. Да, фургоны, такого грязно-бежевого цвета. Вот за решёт, и там сидели эти несчастные люди, там же дружини и сидели на этих ступенечках. Вот эти машины отрезали и собирали урожай, да. И поэтому у нас, если, сейчас все знают, что груз 200 или 200-й, это мёртвый, да, там убитый боец, а пьяный на милициональном жаргоне назывался 20-й. То есть там интересно было по рации слышать, 20-й, там лежит на газоне, ну, вот где-нибудь возле театральной площади, поэтому подлетала эта спецмедслужба, упаковывали, грузили и везли вытрезвитель. Ну, про вытрезвители много. И они, кто-то было, в общем, и даже песен. Вот, ну, в Иреве функционировали, вот представьте, ну, работяга на заводе смену отстоял, там, где-то, чтобы выпить, сэкономил на обеде, вышел после вот тяжёлой работы, где-то, вот, о, стакан подплавленный срок, да много ли надо, вот, там, пел высот и сустав, и не евший, и было стекленевший. И поэтому, вот, то, что говорит, что не пили, ну, пили, спаивание, не спаивание, но вот 3,62, ну, 4,12, это уже хорошее было, тем не менее, продавалось с 11 до 8, до 7. Вот, и поэтому, ой, он незаметно прошёл, по большому счёту появилось только больше сухого вина, вот, была эта медвежья кровь. Ну, болгарские вины, да, они не пользовались успехом, но, тем не менее. Они потом свою важную роль сыграли уже в следующей кампании, когда всё стали вырубать, и за счёт болгарских вин, по крайней мере, что-то сохранялось. Тогда было, да, появилось ещё много болгарских вин, такая была акция, да. Менялась мода, вошли в 76-м году рубашки белые в горошек, вот, носили тогда, до того, вот, ещё были рубашки на шнуров, и они уже, вот, это хиповая мода бахрома, шнуров, и они отошли. Ещё носили воротник, ой, заворачивали на пиджак поверх, вот, все ходили с длинными воротниками. Вот, длинные волосы уже считались чем-то стремальным, уже, в принципе, начали, ну, не совсем сбривать, но уменьшать. Вот, натуральной уже не было, это были, если, и это урт из 50-х, а все ходили в дерматиновых плащах, в общем, и продавались, и покупались. Ну, вот, понимаете, вот, чем ещё всё, и вот, начало застоя было типично, вот, вроде всё было, вроде бы, не скажешь, что не было в магазинах. Вот, заходишь, там, в том же ЦУМе, там, целое пол, и в любом магазине, в любом районе, в самом захудалом райцентре, вот, пол и полное. Но, там, вот, были-то и одобротные, советские драповые пальто, вот, они тяжеленные, с ватными плечами. Их промышленность шила, 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 вот, они висели их, вот, сняли их куда-то, сбагривали, не знаю, вот, их никто не брал, они никому не были нужны. К тому же, вот, фотоаппараты в 76-м, все хотели, там, хороший зенит, и это, я не скажу, чтобы, там, фотоаппаратов в магазинах не было, но были, вот, которые спросом не пользовались, или дешёвые смены были, там, или, это, вот, эти, вили авто, там, и прочее. Ну, лежали они, лежали, не покупались, а если что-то хорошее, то это моментально. Вот, вот, народ хотел ходить уже в чём-то импортном, их-то, батни, их-то танкерах, это, вот, слова уже стали появляться, внедряться. Появляться, да, слова батни, куда было, и танкер было, да. Ну, вот, тогда активно, зато, смотри, Женя, у нас не забывай, сколько работало ателье по пошиву, где можно было, по большому счёту, индивидуально для себя пошить. Об этом и хотел, если год назад проблем не было, в 75-м, даже, вот, в ЦУМе, в отделе стиля, было вся его материала, там, от флотского, ну, армейского, любые, там, то в 76-м уже возникла проблема, вот, сшить штаны, то уже не было практически, там, родителям пришлось, там, видимо, очень долго что-то стоящее найти, чтобы, ой, не мнущийся, и всё, там, с Лавсановым. Ну, не забывай, что Блад тоже никуда не девался, у всех людей был кто-нибудь знакомый, где-нибудь, да, где-нибудь, что-нибудь находили. Ну, купить там за 4,80 эти хэбэшные штаны, вот, и это, в ЦУМе, ну, вот эти, а тем не менее, промышленность очень трудная. Висели кучи оболоневых курт, чёрных-то, и а-ля телогрей, которые, вот, действительно, работать в саду, да и то сейчас бы я не вышел. Поэтому, если что-то хорошее возникало, то люди садились на электричку, ехали аж в Свечу, потому что в Свече там проходил слух, ой, это Орсовский магазин, и вот там красивая... Ну, там Орсовский, а Леспромхозовский магазин тоже, да. Оболоневый курт, которые там, видимо, там ходили в телогрейках, их, видимо, ещё не пробило, не прострелило на эти курт, и поэтому можно было ездить. Вот, ну, стали проникать джинсы. Джинсовый бум ещё не наступил, но, тем не менее, люди упали, ходили, стали... Вот сейчас вот забыл, пытался утром вспомнить, вот, были вначале, я говорил, наплыв индийс и хмилтонс, а потом тоже были индийс и джинсы, они были уже из Дени Матрущевося, Ну, они считались, ой, не совсем первый сорт, но, тем не менее, вот, масса была уже в этих... Ну, стали появляться и Левайс, там, и Ли, и Вранглер, там, уже продвинутые люди ходили в джинсах, но джинсового ульта не было, это ещё где-то начнётся через год. Через год, через два, где-то так примерно, да. В 78-м году. И цены резко подскочат на джинсы, безумно резко. Угу. Ну, в основном, вот, то, что не могли найти, упали у Францовщиков, в том числе, вот, и у Света музыкального фонтана, пластин, жевательный резин и рубль, пачка Мальбора, пять рублей. По талонам масло появилось, вот, вот, не помню, честно говоря. Я, честно, не помню, да, тоже. Тоже с удивлением. Возможно, нас просто ещё не сильно это тревожило, поэтому не запомнилось. Появится через год-два, потом разделится на две категории, уже на варёную, ну, масло не помню, но были постоянно с чем-то переборами. То с порошком, стиральным, то с мылом, но это так. Ещё воспринималось отдельные недостатки. Ну, они и были отдельные недостатки, потому что что-то где-то пропадало, потом через какое-то время появлялось, пропадало, что-нибудь другое, понимаешь, вот такая система жизни уже была, это я помню, да. Ну, было, и куда зайти было, это, в принципе, примило Эфэ на коммуны, тогда ещё улицы, на Московске, Эфэ Ботани, позже было расписано на охотничьей... Эфэ номер два. Эфэ номер два, он назывался. Это такой местный сайгон был в Петербурге, а здесь уже подобное. Ну, конечно, нельзя не упомянуть, что же звучало над нашим городом в 76-м году и сразу же. Вот жаль, что не смогу спеть, но слова, наверное, все вспомнят по французской стороне. Из вагантов, Игорь Иванов, да, как раз вышла пластиночка вот эту Давиду Тухманову, по волне моей памяти, 76-й год. Вот люди настолько... Это была бомба, настолько хватали. Вот интересно, тогда уже начались и это продажи в магазине «Мелодия», и люди заранее правдами и неправдами узнавали. Вот очереди стали, ну, может быть, 78-го гастрономы там уже выстраиваться. А сейчас вот это только начали зарождаться в 76-м году, ну, своего достигли в 78-м, 9-м и дальше до спада. Узнавали в «Мелодии», что будет завоз, и поэтому приходили... Завозили демократов, в том числе польские, там, чешские, венгерские, немецкие пластилики. Иногда даже югославов завозили, редко. Продавался локомотив ГТ, венгры, продавались эти трубодужи польские. Вот, и вот, по волне моей памяти, люди занимались с девяти, отрывалась дверь, вот, вставала там товаровед из «Мелодии» в дверях, пропускала там человек двадцать, снова отбивала, вот, народ бежал, больше не давали. И люди брали, вот, даже этим Тухмановым настолько были все поражены, что я знаю меломанов, которые брали по две пластин, и, то есть, одну слушать, а другая запечатанная на вечное хранение. Ну, либо иногда и на продажу брали для тех, кому не досталось. А я просто сейчас, вот, если вижу эмиссионных, у меня есть жёлтый диск, зелёный диск, слушать невозможно, но он редко, но до сих пор, кстати, музыка этой не устарела, её можно слушать и звучало. Хорошая была пластинка, на самом деле, хорошая работа. Тем более, появились уже более-менее сносные магнитофоны, это были первые мои, и первые ещё моно, но уже моя, 203, уже звучал стерео. Уже стерео иметы, то есть, они по цене 200 рублей были доступны, вот, поэтому записывали, ставили на подоконник, и год был, музыкальные вещи были хорошие, звучали хиты, идёшь по улице или на весь двор, вот, что-то такое у нас поёт. Сейчас бы, конечно, сразу бы, по-моему, Росгвардия примчалась бы, если попробовал бы этот двор озвучить. Ну, популярна была группа у нас Леся Песня, конечно же, Пугачёва с песней, «Мне нравится из иронии судьбы», «Машина времени», «Марионетки», «Марионетки», да, покатили тогда. Первый альбом вышел, это была тоже бомба, но первый официальный альбом был, вот, на пластинках всё, а «Машина времени» только магнитоальбом. То есть переписывали уже качество никакое, вот, первый альбом, и отрывался он песней, что-то там, у дверей в заведение, народоскопление и пар, народоскопление и пар, да, народоскопление не имеет значения, за дверями Швейцар, вот это явление было и в ировских ресторанах, куда не попасть было, стоял дядень Швейцар и отрубал какой-то, ну, в 76-м, конечно, хиты года, это «Hotel California», «Igles» спели, «Дэми Срусса» с «Фраевы андевы», кто сейчас этого Бородатого помнит. Ну, почему, частенько, кстати, звучит так, для ностальгии, «Аба-дэнсинг» им, по-моему, да. И «Афри Симон» вечно, он и сейчас, это набор, это, ой, это им придуманный язык, это набор... Там балок у карелла, у фонаря, там что-то такое вот. Набор звуков, но это было настолько забавно, вот он, по-моему, в Новый год впервые по телевизору, он до сих пор, ой, бодрый пенс, да, ой, он до сих пор свою «Хафанану» поёт. Вот что это такое, никто не знает, но песня была суперпопулярна. И, конечно, после «Ино, адъютант» его превосходительства возникла идеализация образа белого офицера, даже Татьяна Доронина спела «Господа юн-иран». Ну, и ещё, конечно, упомяну, я даже послушал тут на днях, вышел величайший альбом всех времён и народов, мой очень любимый, это голландская малоизвестная группа в ту пору «Ливинг блюз», которая записала свой легендарный, величайший диск «Любрис», рекомендую его для восприятия 76-го года, вернуться и послушать, а лучше всего Тухманова начать, а потом как пойдёт. А потом как пойдёт, Жень, спасибо, да, время наше подошло к концу. Год был большой, а времени у нас в эфире не так много. Ну, до встречи в следующем эфире, там уже будет 77-й. До встречи в 77-м. До свидания.